Всем доброе утро! Вчера вечером ничего не снимал, но сегодня я вам расскажу, чем я занимался вечером. А вечером занимался именно сантехникой. В прошлом ролике я вам рассказывал, что в доме нет воды. Вчера залез сюда, в этот колодец, как его так можно назвать, обозвать. Здесь все проверил, открутил, здесь все рабочее. А в доме был прикол. Идемте покажу. Если вдруг в доме у вас пропала вода, то обязательно обратите внимание на вот эти краны, которые сгнивают, так сказать. Вот так это выглядит. Все я сделал. Здесь купил тройничок, здесь тройничок купил. И хороший кран, надеюсь, купил. Он закис, он закис, он сгнил. И поэтому пришлось его выкинуть. Вот так это вчера у меня прошел вечер. Короче, вентиль кручу, вентиль кручу вот этот. Вот этот, вверху. А яблочко не шевелится. Поняла, где причина? И, ну, пол дня, можно сказать, пол дня. Вот так это все прошло. Вот такой я красивый. Идемте дальше. Так, сегодня, сегодня хочу себе приготовить вот такую колбаску. Тут чуть накидана, не обращайте на это все внимание. Вот такая домашняя колбаска. Я ее уже предварительно разморозил. Сейчас хочу ее поставить. И просто она на противне у меня должна приготовиться. Давайте сейчас сделаем это все вместе с вами. Так, колбаска освобождена. Мы ее вот так красиво, красиво, без ничего просто ставим на противень. И, по-моему, ей там будет очень даже классно. Ну, вымою духовку, да. Давненько, давненько за нее не брался. Все, делаем огонечек чуть-чуть потише. И она должна у нас... Тихо. И она должна у нас просто томиться. Предварительно духовку разогрел. Красота! Хочу показать вам один классный лайфхак. Это опилки, стружка, тырса. Называйте, как хотите. С прошлого раза, когда я пилил дрова. У меня вот здесь вот такая история осталась. Ну, понятно, здесь уже мусор грязный. Я с собой привез отработочку. Nissan Bluebird. Мне в этом помог. Чик. Так. Я привез отработочку с автомобиля. Да, отработка, конечно, жирноватая. Ее можно использовать в каких-то других целях. Ну, я имею в виду с автомобиля, да. Ну, она у меня в пилу пойдет. Но... Лайфхак для растопки будет вам точно полезен. Наливаем отработочку, даже вот так чуть-чуть, на тырсу. И хорошенечко это все вымешиваем. Ну, это делается не одной рукой. Это делается в ведре, допустим. Но я вам просто показываю. Все, замешали хорошенечко, побольше отработочки. И все. И потом это на бумагу. Я сейчас все покажу, продемонстрирую. И будет все гореть очень классно. Можно бензинчика, можно соляры. Лучше соляры. Вот так это все. Раз-два, раз-два. В принципе, микс готов. Все. Так, берем вот такую картоночку. Я нашел. И можно кору. И берем наше содержимое. Приготовленное. Раз. Вот так. Ну, тырса тут грязная. Там внизу лучше она выглядит. То есть опилки, смотрите. Здесь они получше. Здесь опилки. Вообще в идеале вот такие. Но они еще тут влажноватые. Я их просто высыпал. Вот. Все. Вот так себе взяли. Раз. Отработочки. Чик. Пошло дело. Замешали. Ну, лучше это, конечно, соляру. Лучше соляру и сухих опилках хорошенечко помешали. Ну, в общем. Раз. Все. Готово. Ну, это даже можно на второй раз оставить. Вот так. Супер. Дровишки подготовил. Потом вот так это все берем. Чик. И идем растапливать с вами печь. Надеюсь, будет хорошо видно. Открываем печь. Вставляем вот так опилки, тырсу, как хотите. Чик. Ну, спички могли бы быть и лучше, но что есть. И пробуем. Соляра разгорается лучше. Это разгорается не очень. Но тоже разгорается. И надо просто дать ходу. Так сказать. Угу. Пошло дело. В итоге растапливаю бумагой, да? Напишите. Есть. Да, разгорается так себе, я согласен. Это просто бензинчика не было. И я принес кору. Как раз, черешня. Тоже хорошо подойдет. Раз. Так, разгорелась. Ну, не очень. Не очень. Ей нужно давать хорошенечко все-таки прогрел. Этой отработке. Вот. Поэтому лучше немножко соляры добавлять. Если есть дизель. Ну, вот что-то, что-то из этого. Чуть-чуть, чуть-чуть хотя бы, чтобы дать, дать разогрел. Потом она разогревается и очень хорошо горит. Ну, и плюс, она должна быть сухая. Кора приветствуется. Ну, кора тоже должна быть сухая. Все должно быть сухое. Все, отлично, друзья. Колбаска готовится. Здесь печь топится. Потихонечку начинаем новый день. Есть у меня мысли на счет. Бани на счет печки. Сделаю. Хочу сделать сегодня апгрейд. Немножко сделаю каменку. Вот. Давайте покажу. Давайте покажу. Вот здесь, во-первых, видно, что отверстие прогорело. Вот. Здесь видно тоже. Вот так покажу поближе. Хочу сделать здесь. Были планы сначала, чтобы вырезать и сделать как бы дополнительную здесь топку, чтобы сюда тоже тепло заходило. Но я думаю, что лучшим вариантом это будет просто натянуть сетку. Вот так. И, по-моему, вот так обалденно выглядит. Натянуть сетку и в нее уже накидать камней. То есть она будет, эта сетка, вот так все это застилать, отсюда загружаться. И аж до самого, ну не до самого низа, вот примерно до отсюда. И это все будет как бы камни. Они будут брать на себя тепло, а потом отдавать в нужный момент. И отсюда можно легко очень поливать черпачком. Фух, надымил чуть-чуть. Вот такие вот моменты. Все, поехали. Давайте проверим, как наша колбаска тут. 150 градусов точно есть. Вот так прекрасно она шкварчит. Я немножко еще растительного масла добавил. И будет ей там хорошо. Супер. Наша печь потихонечку разогревается. Да, немножко дымит. Но ничего, сейчас создастся хороший поток. И все хорошо разгорится. Влажновато, влажновато. Согрелся дважды. Друзья, прежде чем начинать делать печку, хочу сделать двери. Немножко, смотрите. Немножко они касаются. Немножко нужно их подпилить. Я уже приготовил свою вот такую болгарку. Днепроэм. Доволен. Очень хорошо. Выручает меня. Очень легкая, очень компактная в руке. Ну, в принципе, нормально. Китай, говорят. Ну, Китай и Китай. Работает. Вот. Для того, чтобы двери хорошо открывались, нужно немножечко, так сказать, сточить. Я попробую, попробую подлезть. Попробую сделать это без снятия двери. Хотя здесь, возможно, и можно снять. Не видно. Вам не видно. Мне тоже. Вот. Возможно, и можно снять. Но я не хочу пока снимать эти двери. Это будет реально геморройно. Поэтому пока, пока так. Надеюсь, болгарочкой вот так подлезу. Попробую, попробую сточить. Возможно, нужно будет защиту снимать. Не знаю. Попробую сейчас. Насколько хватит. Возможно, с двух сторон и нормально будет. Поехали. Так. Самый кончик. В общем, двери починил, немножко почистил, почухал снизу. Вроде бы открываются немножко больше. Ну, по-хорошему, конечно, их снимать нужно и чуть больше чинить. Ну, это пока легкая мера для дверей. Вот. А сейчас не буду заниматься баней. А все-таки пойдем вместе с вами вот этой прекрасной бензопилой и спилим пни. Я уже обкопал эти пни. Не только от того дерева. Не только от того дерева, которое вы видели в прошлом видео. Подсказка будет вот здесь в углу, которое я пилил. Ну, и два других пенька. Один из которых был в какашках. На него насрали. Ну, а второй там был в конце огорода. Я их обкопал. Сейчас беру бензопилу и хочу их срезать вот просто. Ну, я сейчас вам все покажу. Друзья, кто помнит дерево, как я валил в прошлой серии. Здесь была черешня. Бензопила Дружба. Вот там я раскопал. Это там, где было насрано. И вот там еще один пенек. Значит, я раскопал для того, чтобы пилкой можно было подобраться как можно ниже и спилить вот эту часть. Тоже хорошее топливо. Отлично горит. Ну, практически как уголь. Очень крепкое. Поэтому это будет довольно уверенное испытание для бензопилы Дружба 4М Электрон. Я ее уже подготовил. Шину расположил горизонтально. Еще не запускал. Она еще холодная. Свечу уже прочистил. Ну, немножко был нагарчик. То есть смесь немножко такая, немножко обогатила. Ну, пусть лучше обогатит, чем беднит. Потому что, когда беднит, она перегревается, задиры и все самое плохое случается. Вот. Надеюсь, надеюсь, смогу здесь подлезть, попробовать. И взять. Будем пробовать. Давайте. Запускаю. Покапало. Ес. Полтычка. Продолжение следует. отличный выхлоп уверенно хлопает греется ставлю другую батарею начиная пили так ставил батарею надеюсь пила хорошо прогрелась давайте покажем класс вот так а а а а а а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Нагрузка, конечно... Нагрузка, конечно, друзья, сумасшедшая. Дерево крепкое, вообще лезет плохо. Но я вам скажу, что и цепь, скорее всего, уже немножко пот затупилась. То, что я ее не точил, она новая, но растягивается она, я вам скажу, дай боже. Вот, поэтому сейчас подтягиваю, пробую еще. Тянется просто как... Не буду ругаться. Продолжение следует... Кто немножко понимает, древесине, ну вы поняли, посмотрите. Здесь просто крепчайшее дерево, крепчайшее. Нормально, отличный пенек. Такие дела. Такие дела. Такие древесины. Древесины. Такие дела. Такие. Продолжение следует... Друзья, как вы сами видели, корни очень-очень крепкие. Цепь тянется просто обалдеть. Нагрузка действительно чувствуется. И мне нагрузка на руки, и цепь напрягается. В общем, да, довольно-таки сложно. Сейчас возьму лопату, еще немножко обкопаю. Ну, дальше вглубь уже не пойду. Это все засыпается, и потом со временем он сгниет. Вот так это выглядит. Он, в принципе, сгниет. Так что потихоньку-потихоньку все. Эти коряги тоже под распил пойдут, естественно. Так что в печку влезли. Ну, то, что с землей, это, конечно, не очень хорошо для цепи. Вот. Ну, потом еще пособираю. Опилки. Опилки. Все. 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 под нагрузкой кушает довольно таки неплохо все бензинчика надо разбавить залить фух в итоге не допилил короче цепь затупилась друзья я уже пилил и горизонтально и тут уже корень подпилил и с этой стороны уже взял такой где-то градусов ну сколько 30 чуть больше может 45 ничего не получается ну все она не лезет цепь буксу сцепление буксует цепь уже все ничего не грызет в общем стружка уже мелкая поэтому все на сегодня пока отдых там два пенька оставляю их пусть они отдыхают все может быть час перед их ну и тогда займусь печкой бани подумаю так сварочку я уже принес благодаря николаевичу так болгарка на месте свет поставил баня короче какие приколы вот это отверстие нужно заварить сейчас его зачуху и заварю и вот здесь маленькая дырочка я тоже заварю вот ну это наверное план на сегодня хотя могу принципе попробовать сегодня еще разработать дизайн так сказать сетки которую я хочу сделать пока только в голове вижу ее еще ничего не делал с ней и потом это все чтобы вот это тепло которое здесь не рассеивалась не уходила мы его значит аккумулируем в камне вот и тогда можно будет спокойно уже сюда подливать и будет классно и вот здесь конечно ко мне еще станут то есть надо плотненько плотненько это все забить возможно даже вот она даже тут и потрескалась из-за большой разницы температуры когда ты подливаешь на нее вот она и получается ну иногда конечно здесь мы ставим воду что-то греется да и поэтому как бы сильно камнями ты ее не заложишь вот то есть но можно можно краюшек конечно можно попробовать сделать все давайте приступаю так ребятки в общем вырезал из вот такого квадратного прямоугольного профиля значит толщина его толщина его двоечка двоечка вот такой кусочек сейчас мы будем сюда вваривать пробовать так перчатки конечно нужно брать хорошие потому что руку поджигает капитально эти потолще но они не специальные хорошо давайте попробуем лучше приварить со всех сторон так бахну на точечки а теперь надо красиво обваривать поехали какие-то точечки получились пробуем ну вроде бы хорошо поближе пока так накидываю сейчас не скажу что супер хорошо ну ничего сейчас разогреемся вот что-то такое получилось давайте поближе подсвечу друзья в принципе что-то получилось ну вот сейчас попробую это все зачухать красиво хотя это не обязательно ну чуть-чуть я думаю можно чуть-чуть снять тепло теплоотдача будет или тепло забор будет лучше если не счищать не знаю могу попробовать итак друзья как вы можете видеть в принципе процесс почти закончился здесь были небольшие дырочки я их под варил заварил с этим вообще у меня получилось немножко трудности вы видели да вы видите вы видите гаечки наварил здесь для того чтобы вот эту прекрасную сетку внизу там тоже я их зафиксировал подварил для того чтобы эту сетку потом вот так зацепить а за эту сетку я хочу просто на бросать наложить накласть камней сейчас как раз пойду их собирать вот надеюсь у меня все получится до конца вверху если шо эту сетку обрежу я ее сделал с запасом хотел вообще сделать квадраты нарезать но мне кажется это будет лишним пусть она будет так вот и набросаю вот сюда вот сюда вот так набросаю щебня и должно все классно получиться и потом зацеплю за вот эти гайки крючочки сделаю и будет все шикарно по-царски вот так меня хорошо видно надеюсь так что сейчас беру ведро и иду по улице по переулку собирать щебень потому что он там есть надеюсь на собираю достаточно ну здесь я думаю ведра 3-4 нужно посмотрим и так друзья менее чем наверное за пять минут я насобирал вот такое прекрасное ведро щебня вот такие вот склизунцы я на них называю вот такой вот щебень где чуть помельче где чуть чуть покрупнее вот очень все быстро и надо попадаются интересные камни вот по типу таких очень интересный ну кто знает напишите вот я думаю что еще таких пару ведер и будет вообще супер поэтому не теряю времени иду за второй партией так друзья в общем дела немножко продвигаются смотрите как это все выглядит какой это приобрело вид сейчас сеточку поправлю вот так это выглядит вот так это выглядит здесь немножко набросал тут камни и тут камни и ну и потихоньку сейчас беру заполняю вот эту сетку закидываю уголок так чтобы держалась хорошо максимально покрыть поверхность так приходится немножко примерно так так вот ну и все в принципе засыпаю вот так это выглядит здесь вот здесь немножко подпор сделал для того чтобы легче было держать там это все уберу хотя в принципе могу и оставить не суть посмотрю ну лучше убрать конечно но я думаю что эти кирпичи можно и вниз подставить чтоб они тоже какое-то тепло на себя брали все продолжаю так друзья ну что печечка топится посмотрите как я тут камушки уложил дровишки принес печка баня в одном лице вот так это все прекрасно горит камушки у нас уже хрустят трещат вот как это все было организовано надеюсь хорошо видно гаечка еще гаечка еще гаечка вот сеточка лишнее то что было то что осталось вот так это все сделал здесь все максимально обложил для того чтобы кпд было максимальным теперь попробуем налить водички ну как видите камушки уже начинают что-то отдавать ну это я ее затопил просто не так давно ничего раскочегалится будет все отлично так надеюсь меня будет хорошо прекрасно видно вот так вот так это сделаю вот вот такой денек у меня сегодня сделал баню и сделал воду в дом у у меня были там некоторые сложности краны позгнивали но ничего все поставил все сделал особо не снимал желаю хорошего времяпровождения возможно эта серия еще не не завершается возможно еще что-то добавлю ну пока на сегодня вот так отдыхаем друзья камера наверно запотела короче что хочу сказать эффективность каменки ну в сравнении с тем что было наверно в 45 а то может быть и шесть раз лучше то есть поддавал пару капитально поддал посидел минут 5 7 10 опять она успевает нагреваться вот эти камни не успевают нагреваться и поэтому получается очень очень жирная каменка это супер крутая штука но единственный минус что можно было бы не делать так глубоко как я делал то есть вниз я немножко вниз делал камера запотевает немножко я сделал много вниз взял можно было где-то на середину на середину можно было привариваться и от середины уже ближе кверху потому что там все идет поддувало и там камни особо не нагреваются но тем не менее какое-то тепло все но будет аккумулируется в эти камни отлично попарился отсюда вам я надеюсь видно печка жарит все классно работает все желаю вам всего хорошего парьтесь в классной бане усовершенствуйте делайте подвариваете всегда всегда делайте лучше и чтобы кпд было максимально вверх все